Чистой воды чемпионы, так можно сказать об участниках этих соревнований. В бассейне «Орксинтез» прошла отборочная игра среди спортсменов с ограниченными возможностями. Старты на скорость и турнир по водному полу позволили определиться с кандидатами в сборную России. А тех, у кого есть все шансы представлять Татарстан на Паралимпиаде, Венера Мухаммедова. Эмоции выплескивались накануне просто победа, выход в финал отборочной игры, что приблизит шанс попадания на не менее волнительные Паралимпийские игры. Хоть и собрались определить победителей, заранее известно побежденных здесь не бывает. Несмотря на водоворот событий, спортсмены продолжают плыть по течению жизни. У каждого присутствуют чемпионские качества, ведь многого приходилось добиваться не благодаря, а вопреки. Сергей Колесников раньше не мог и шагу ступить без посторонней помощи. Родовая травма стала причиной тяжелой формы ДЦП. В постоянной тренировке мужчина совершил прорыв, теперь игрой поддерживает команду. Отправил на глубину все мысли о недуге и Александр Лещев. В 15 лет он повредил позвоночник. Стал инвалидом. Когда речь заходит о спорте, всплывает боевой настрой. Впрочем, слезы тоже бывают, когда как волной накрывает азарт победы. Во время поражения у них слез бывают. Особенно у нас вратарь, когда пропускает нелепые голы. В общем, он очень переживает и плачет. У них такая же борьба за свои хитрости, уловки. Тот же огонь в глазах, желание победить, как и у нас. Стараются показать все, на что способны, выуживаться. На паралимпиаде в Лондоне татарстанские пловцы и ватерполисты не были представлены. Сильная полоса, надеются в команде, должна завершиться к следующим играм, что пройдут в 2016-м в Бразилии. Венера Мухаммедова, Илья Шорин. Вести. Татарстан.